Эх, ребят, ребята, было приятно с вами работать. Теперь иду на завод, потому что стендов 2 закрывается. В последнее время многие из вас подняли довольно-таки огромный резонанс и начали мне писать совершенно во всех социальных сетях, мол, кендапэкад, что делать дальше, стендов закрывается. Но! Но перед началом данного ролика, как обычно, халява на 1000 голды. Чтобы получить 1000 голды совершенно бесплатно, тебе надо прямо сейчас поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать комментарий с СМИД и самое-самое главное, посмотреть это видео до конца без примоток. Ну что же, удачи! Хочу порекомендовать новый сервис 77дроп. Сервис запущен в начале лета и уже собирает отличные отзывы. Разработчики сами геймеры и хотели сделать сайт, где окупаемость больше остальных. Прямо сейчас они активно набирают аудиторию и прямо сейчас на 77дроп очень высокий процент окупаемости. Ты можешь убедиться в этом сам. От себя хочу оставить промокод на 15% пополнению. Все нужные ссылки смотри снизу в закрепе. Давайте для начала разберемся, о чем вообще идет речь, потому что многие из вас не понимают что-то как. Начнем с того, что в последнее время начал очень популярно ходить вот этот вот скриншот. Давайте вместе с вами его разберем. Эксель Булт ответил. Теперь мы знаем точную дату закрытия Стэндов 2. Обновление 0.4.0 будет финальным и после этого апдейта мобильный шутер Стэндов 2 больше никогда не будет обновляться. Наша компания Айс Релис занялась вопросом закрытия игры Стэндов. Нашим подписчикам и команде стала судьба самого популярного шутера в интернете. Неужели эта игра будет вечна? Сколько осталось обновлений? И когда же все-таки будет закрытие? Мы решили обратиться в компанию Эксель Булт и подтересоваться судьбой проекта. И вот какой ответ мы получили. На данный момент игра находится на стадии завершения. Прямо сейчас команда активно работает над обновлением 0.4.0 и его релизом. Но поспешим расстроить всех. Это будет последнее обновление. После этого игра не будет обновляться никогда. Ну а теперь давайте во всем разберемся. Что это вообще за компания Айс Релис? Кто это такие? И знаете кто это? Да хрен его знает кто это такие. Потому что к сожалению я искал и искал в гугле и я не смог найти эту компанию. Да и вы сами подумайте. Какое-то дебильное название Айс Релис. Оно даже ничего не означает. Оно никак не звучит. И как по мне. Но это самое глупое название в мире. Также данный пост был составлен очень похабно. И очень беспардонно. Потому что в нем ну прям море грамматических ошибок. Я когда читал у меня просто текла кровь из глаз, из ушей и из всего. И самое-самое главное. Какого хрена должен закрываться самый популярный шутер в России и вообще в странах СНГ? Ребят, камон. Ну это же просто нелогично закрываться на пике своего развития. Прямо сейчас СНГ играет ну не знаю тысячи, миллионы людей. И поэтому СНГ точно закрываться не будет. Значит делаем вывод то, что это наглый вброс. Ну а теперь мы ребятки плавно перешли к сути видеоролика. Прямо сегодня я хотел бы вам рассказать про все самые популярные вбросы в СНГ 2. Первый вброс это я, а второй это тик-так. Ну а если серьезно, то вот этот вот скриншот всех ввел в недопонимание. Что же тут написано? Примите участие в погоне за предметами из эксклюзивной коллекции Phoenix Justice. Выполняя здание боевого пропуска. Ранги обнуляться. Также тут написано то, что обновят карту Rust и Синстоун. Также тут написано, что мы можем получить брелок на оружие. Представьте себе, ничего себе, сказал я себе. Также тут даже написано то, что добавят новую карту Дэнджон. И вы все такие вот типа, вау, класс, круто. А давайте подумаем, откуда вообще взялся данный скриншот. Знаете, как гласит легенда? Это даже не история, это легенда. Легенда гласит так, что вот этот вот скриншот закинули в официальную группу разработчиков. Ровно на одну минуту. А потом взяли и удалили. Ну елки-палки, ребят, ну камон, ну это же полный бред. Да, каюсь, я тоже вначале подумал, что это правда. Но если подумать логично, да кто же будет делать такие пасхалки? Вон, они пищи на секунду закинули и удалили. Ребят, таких пасхалок точно не будет. Если будут какие-то пасхалки, то они будут только в трейлере. Или в сливе пакетов. Также, пожалуйста, прочитайте последнюю строчку. Кто знает, что таить подземелье? Насколько много было людей, что верили во все это, что разработчикам пришлось даже сделать пост, в котором они написали, что фениксы в подземельях не живут. Только для меня вот интересен один факт. Ну это просто вообще не по теме. Почему разработчики пишут по-английски, если у них 99% русскоязычного комьюнити? Зачем? Ну а теперь, ребятки, самое интересное. Я скажу даже больше. Вед Слив поначалу поверил даже я. Ну а потом я понял, что это просто полнейший-полнейший бред. Мне, ребятки, показали вот эти вот цифры. И сказали, что цифра 8 означает дату обновления. Ну типа 8 число. 22.10 это время. И я такой подумал, блин, слушайте, ребята, было бы неплохо. Но потом я так подумал, так получается. Этот же контейнер добавили 4 года назад, когда добавили карту Rust. То есть получается, разработчики 4 года назад уже знали точно дату обновления. Да это бред какой-то. Просто представьте, разработчики такие сидят и такие. Слушайте, а может быть нам добавите какую-то пасхалку на 4 года вперед на обновление 0.14.0? И все такие, да, давайте, гениальная идея. Да, ребят, ну ясен пень, это полный абсурд. Единственный слив, которому я верю на данный момент, это слив пакетов. Потому что это перехват именно данных, которые поступают от игры. То есть игра, грубо говоря, передает какую-то информацию через пакеты. И эти пакеты можно перехватить. Это реально правда. Но, насколько все это будет в обновлении, это большой-большой вопрос. К примеру, прямо сейчас вы, ребятки, видите коллекцию Шарм. Да, это правда, да, коллекция Шарм есть. Но это ее так назвал программист. Он мог ее назвать Шарм. Мог назвать Тест, как тут. Он мог ее назвать любо как. Поэтому то, что коллекция будет называться Шарм, это не точно. Но то, что будет новая коллекция, это 100%. Потому что, как мы видим, ее уже тестируют. Также мы видим, что тестируют какие-то новые скины. И это реально правда. То есть это всего лишь как назвал коллекцию программист. Он мог ее назвать любо как. Но если это правда, то получается новая коллекция Будшарм. То есть мы видим тут реально 14 скинов, то есть это абсолютно полностью новая коллекция, абсолютно новый кейс и так далее. Поэтому, ребятки, я очень сильно жду обновления. И самое главное, этот очень не брос, обновления будут в ближайшее время, потому что уже все тестируется. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Обязательно поставь лайк, подпишись на мой канал, не забудь и вступай в мою телегу. С вами был ваш Гентуха, всем удачи и всем пока.